Всем огромный привет! Напомню, что меня зовут Карина. У нас сегодня парфюмерное видео. Это история про то, как сделать Карину счастливой. Достаточно просто дать коробку с ароматными пробниками. Вот, собственно, моя замечательная Верочка прислала мне вот такую вот коробку с пробниками Penhaligens. Я их потестировала, я их попробовала. Я вам хочу рассказать о них, тем более, что марка интересная, марка любопытная, марка, как мне нравится, нишевая и английская. И парфюмы в ней действительно заслуживающие внимания. У меня всего 10 ароматов, всего их 51. Марка Penhaligens была основана в 1870 году в Англии Уильямом и Penhaligens. И, как я уже сказала, выпустила на сегодняшний день 51 парфюм. И, насколько я правильно поняла, исходя из прочитанной информации, большая часть этих ароматов, как бы не вся, вполне себе продаётся на сегодняшний день. И ни одна из них не стала лимиткой. Хотя я тут могу ошибаться, прям по пункту я не пересчитывала. Давайте начинать. У меня 10 нарезанных бумажек, на которые нанесены были парфюмы вчера. Что-то буду освежать в памяти из пробника и буду вам рассказывать. Итак, первый аромат. Он называется Quersus 1996 года выпуска. Парфюмер Кристиан Провензане. Этот аромат позиционируется то ли как мужской, то ли как унисекс. Я бы его назвала ароматом унисекс. Верхняя нота аромата лимон, лайм, мандарин, бергамот. Ноты сердца, жасмин, ландыш, кардамон. Ноты базы, дубовый мох, сандал, гальбанум, мускус и амбра. Аромат интересный, аромат очень красивый. Аромат стартует цитрусами, потом потихонечку начинает раскрываться неожиданно дубовый мох из базы, оправленный в ландыши и гальбанум. После того, как блотер полежал у меня практически ночь, я слышу мускус, я слышу немного жасминов и совсем немножечко гальбанума, который даёт аромат, такую зелёную горчинку. Он действительно красивый. Я думаю, что он хорошо будет смотреться на коже где-то в апреле, когда уже достаточно тепло. И уже распустились листья на деревьях, но при этом нет ещё такого природного буйства, безумного цветения. И просто много зелени на деревьях. Мне кажется, для такого времени года он подойдёт. Я его считаю унисекс, и, пожалуй, такой парфюм бы я носила. Следующий аромат называется Санториал. Он выпущен в 2010 году. Парфюмер Бернардю Шафорте. Аромат позиционируется как мужской. Верхние ноты, альдегиды, вода, металл, лист фиалки, нероли, кардамон, чёрный перец, имбирь. Ноты в сердце, лаванда, кожа, липовый цвет, цикламен, пчелиный воск, ноты базы, бурьюнский бальзам, пачули, белый кедр, тонко бобы, мускус, мёд, мира, ваниль, амбра. Он очень сухой, он очень сдержанный, он очень чистый. Это аромат офисных рубашек, это аромат мужчины 30-40 лет, работающего где-то именно в, может быть, банковской сфере, может быть, трейдовой компании. Ну, что-то вот такое именно, совершенно офисное, беловоротничковое. В нём нет никакого дендизма, в нём нет никакой вот такой вот развязанности, которая бывает в мужском парфюме иногда, намекая на такой не самый отягощённый рамками характера его носителя. Нет, здесь всё очень сдержано, строго, сухо, холодно. Он красивый, мне бы хотелось, чтобы некоторые мужчины в моём окружении так пахли, да. В первую очередь за счёт наличия в нём нотки металла, которая, я считаю, что мужской парфюме, даёт мужскому парфюму очень интересное звучание. Следующий аромат, это аромат, который называется Orange Blossom, также Бернард Дюшафорд, но уже 1976 год. Вот. Верхние ноты аромата, бергамот, лимон, розовый перец, лист фиалки, кардамон, ноты сердца, жасмин, тубероза, роза, орхидея, персиковый цвет, апельсин. Ноты базы, мускус, сандал, кедр, ваниль. Аромат унисекс, хотя его можно отнести скорее больше к женским, в отличие от Куэрус, который всё-таки больше мужской, но всё ещё унисекс. Здесь всё-таки более женский, но тоже всё ещё унисекс. Знаете, интересно то, что Orange Blossom мы подразумеваем аромат, который будет пахнуть фельдоранжем. Но нет, в нём звучат не роли, в нём звучит очень красивая тубероза, в нём есть апельсин, но только в стартовом звучании. Несмотря на то, что его пытались здесь запечатать в сердце аромата, из сердца аромата он благополучно выбрался на верхнее звучание и так же быстро слетел. Как, собственно, практически все цитрусовые, что-то с ними не делая, долго они не держатся. Также я слышу немного фиалок. Он красивый, он тихий, в нём совершенно нет шлейфа. И да, он интересный. Достаточно, если вы любите такие вот цветочные ароматы немножечко с цитрусовым уклоном, причём именно не по нотам конкретно, а по общему звучанию. Вот такие цитрусовые цветы, горькие цветы, которые потихоньку потом постепенно становятся кремовыми, я бы рекомендовала на него обратить своё внимание. Следующий аромат, аромат мужской, аромат, который называется Opus 1870, что, собственно, наводит на мысль о самой марке, как воспоминания, наверное, о годе, когда эта марка была создана, когда она только появилась. Итак, верхние ноты. Кориандр, юз, чёрный перец. Ноты сердца, корица, ладан, роза. Ноты базы, мускус, сандал, белый кедр. Знаете, это очень красиво. Вот на самом деле этот аромат я с удовольствием носила бы сама. Я думаю, вы прекрасно понимаете, почему в нём есть ладан. Я очень люблю ладан в парфюмерии. И это невероятно необычный аромат, потому что в нём ладан получился, знаете, таким, я его на кожу нанесла сейчас, в нём ладан получился специево-цитрусовым. Это странное сочетание, такое бывает крайне редко. Обычно всё-таки ладан обрамляется либо во что-то типа мускуса, амбры и других тяжёлых нот. Но здесь ладан оправлен в цитрусы. Это очень красиво, это очень красиво, это очень необычно, это очень по-новому. Я бы его носила на самом деле. Первый из того, что я перечислила, который я бы носила прям часто, несмотря на то, что он заявлен как мужской. Я слышу кориандр, я слышу в нём корицу, я слышу в нём немного цветов, но совсем чуть-чуть. И цитрусовый ладан. Я не знаю, как это объяснить, но просто примите, это вот как данность такое, достаточно убогое моё описание. Но, как бывают фруктовые уды, вот здесь цитрусовый ладан, красавец. Просто красавец, опус 1870. Напомню ещё раз, как он называется, на всякий случай, как он называется. Так, ещё один мужской аромат. Эндемион, 2003 года. Верхние ноты апельсин, бергамот, лаванда, шалфей. Ноты сердца, герань, кофе. Ноты базы кожи, мускус, мироветивер, мускат. Чёрный перец, кардамон, сандал, ладан, альбанум. Красивый. Он тоже, на мой взгляд, больше унисекс, нежели именно мужской. Хотя позиционируется как мужский. То есть, он бы подошёл на некоторых женщин. Я слышу шалфей. Я слышу в нём лаванду. Я слышу красивую кожу. Не потёртые сёдла, а именно такую, достаточно мягкую. Не лайковую, но всё-таки достаточно мягкую, тонкую кожу. Я слышу герань и некую шероховатость, которую, скорее всего, этому аромату даёт нотки кофе. Потому что именно кофе, как вот напитка, да, когда вы вдыхаете запах из чашки, и вы понимаете, это пахнет кофе. Здесь такого нет. Но у парфюма есть некая шероховатость, которой его словно присыпали. Изначально он звучит очень гладко. В нём гладкая кожа, в нём такой гладкий, немного холодящий шалфей, в нём чистая сухая лаванда. И поверх вот этой вот гладкости есть, или наоборот, даже не поверх, а скорее под ней, есть некая шероховатость. Знаете, как будто вот на слой насыпанного кофе положили стекло. И то есть вы понимаете, что это стекло, это прям идеально гладко, но под этой гладкостью что-то есть. Он красивый. Он красивый, он очень хороший. Да. Так, следующий аромат, это женский аромат, называется он Артемизия. Выпущен в 2002 году. Верхние ноты. Нектарин, зелёные ноты, ноты сердца, зелёное яблоко, ландыш, расмин, чай, фиалка. Ваниль. Ноты базы, дубовый мох, сандал, мускус и амбра. Вы знаете, я здесь практически не слышу ни жасмина, ни чая, ни фиалок. Я в нём слышу. Нет, фиалку слышу. Просто чуть подальше. А так я слышу нектарин, и я слышу мускус больше всего. И немножко фиалок. То есть, если подводить такое вот, подбирать какую-то общую формулировку, наверное, это будет фруктовый мускус. С некой пудровой нотой за счёт фиалки. То есть, фиалка в данном случае даёт больше пудровость аромату. Он достаточно красивый для тех, кто любит женские цветочные ароматы. Но такие вот цветочно-фруктово-мускусные ароматы, достаточно лёгкие, но при этом с некой ноткой особенности, вот это артемизия. Следующий аромат также женский. Называется он эллинизия. Это уже 2005 год. Верхние ноты аромата. Мандарин, фиалка. Ноты сердца. Жасмин, гордения, роза, тубероза. Ноты базы, слива, ваниль. Он пахнет зелёным жасминовым чаем. И сливами. Чашка зелёного жасминового чая и рядом какая-то миска, в которой нарезаны садовые сливы. Никакие не красивые супермаркетные. Нет, обычно такие мелкие садовые сливы, из которых потом, наверное, делают чернослив. Хотя я не уверена в этот момент производства. Но, в общем, да, да. Очень даже да. На весну, на лето он никого не задушит, он никому не надоест. Он достаточно корректный. При этом в нём есть характер. И постепенно, вот потом, позже, это я уже буду больше по памяти рассказывать, потому что так я сейчас не помню. В этом аромате проступает Гардене, которая потом раскрывается прям вот совсем таким, опять же, кремом, в котором всё ещё остаются сливы. Поэтому, если вы ищете аромат с интересной сливой, я бы рекомендовала присмотреться к аромату. Напомню, он называется Эллинезия. Дальше. Следующий парфюм, который называется Ваара. Это как раз-таки любимый, насколько я поняла, аромат Пенхалиденс у Веры. Ваара. Также Бернардио Шафор. 2013 год. Верхние ноты Айва. Розовая вода. Кориандр. Семена моркови. Шафран. Ноты сердца. Роза. Фрейзия. Магнолия. Пион. Ноты базы. Ладан. Мускус. Кедр. Сандал. Бензоин. Тонко. Вот когда его просто так вдыхаешь, сначала вообще ничего не понятно. Он раскрывается уже постепенно и больше, наверное, с кожи, поэтому я его даже чуть-чуть нанесу. В этом аромате очень красивая Айва и очень красивый шафран. Если вы любите шафранные ароматы, я бы рекомендовала к нему обязательно присмотреться. Здесь шафрана действительно много. Он не в стартовых нотах, которые слетают быстро. Нет, здесь шафран остается на протяжении всего времени ношения аромата. Кроме того, в этом аромате, что интересно, весьма любопытный бензоин. Я его слышу. Но нет такого, что этот аромат будет звучать просто вот очень громко, очень много, потому что обычно бензоин – это одна из тех нот, которая солирует в парфюме точно так же, как иуды, которые, если есть в аромате, они слышны практически всегда. Вот бензоином та же история. Здесь нет, здесь бензоин корректнейший, просто до невозможности. Потом потихоньку, по мере раскрытия, проступает пион, немного проступает магнолия, проступает мёд. Но не забывайте, что всё это время на протяжении всего звучания аромата остаётся шафран. Вера сказала, что он ей пахнет индусами. Да, пожалуй, он действительно пахнет Индии. Может быть, если не индусами, то Индии так точно. Далее. Аромат, который называется Бленхем Букет. Это 1992 год. Это мужской аромат. Это лаванда, лимон и лайм в верхних нотах. И в нотах базы здесь нет нот сердца, если верить фрагрантике, конечно. Мускус, сосна и перец. Вы знаете, в этот аромат добавить немножко сладости, это будет аромат Нового года, потому что он пахнет цитрусами и хвоей. В смысле, аромат Нового года, как именно аромат помещения в новогоднее время. Единственное, всё-таки в Новый год мандарины, они чуть более сладкие, чем лимон или лайм. Прекрасный мужской парфюм, просто замечательный. Аромат 902 года. Великолепно, просто великолепно. Мужчины, если вы ищете что-то такое хвойно-цитрусовое, вот это для вас. И последний аромат, который мне очень понравился, и который у меня оказался в любимцах из всех, которые я попробовала. И тот аромат, который я, наверное, хотела бы, если не в полном размере, то хотя бы в большом отливанте, это аромат, который называется Ирис Прима. Это аромат 2013 года. Создатель его Альберто Морилос. Альберто Морилос создал многие ароматы из тех, которые мне нравятся. В частности, Арман Бассин Ред. Который, конечно, совершенно про другое, абсолютно не ниша. Но, тем не менее, я его считаю очень красивым и люблю уже на протяжении десятилетия. Итак, верхние ноты. Ноты пергамот, розовый перец, ноты сердца, ирис, жасмин, ноты базы, кожа, сандал, ветивер, амбра, ваниль, бензоин. Великолепное сочетание. Сначала кожа, потом безумно красивый ирис. Знаете, я им надышаться не могу. Это чертовски красивый запах. Это... Я не знаю, что имели в виду под словом Прима, намекали ли как-то на приму-балерину театра. Нет, здесь никаких прим-балерин нет. Здесь просто очень красивый именно... Просто очень красивый, не зелёный, а именно древесно-кремовый пудровый ирис. Это сложно сочетается. Я, как человек, который достаточно... У меня на пальцы он попал. Я, как человек, который очень долгое время потратил на то, чтобы найти действительно красивый ирис в парфюмерии, в данном случае в восторге. Он немножечко кремовый за счёт присутствия в нём жасмина. А жасмин для меня в аромате даёт всегда, абсолютно всегда, некое кремовое звучание. Это не такой сухой, зелёный, деревяшистый вот ирис, который есть, например, в аромате Love and Black от Creed. Нет, здесь другой. Здесь ирис гораздо нежнее, но он не менее хорош. Вот на самом деле и всё, Верочки. Спасибо огромное за то, что представила возможность попробовать 10 новых для себя ароматов. Вам спасибо за внимание. Если продолжать тему Penhalingons, то я бы действительно хотела себе ирис Prima либо в большом отливанте, а лучше в флаконе. Также мне понравилась Эллинизия. Действительно красивый жасминово-сливовый чай. Вара под вопросом. И мне очень нравится мужской опус 1870. Также я очень хотела его попробовать у них, и надо будет поискать как-то в Москве или ещё где-то, аромат с нарциссом. Ну всё потому, что просто я ищу для себя идеально красивый, холодный, замогильный нарциссовый парфюм. Кто на меня в Инстаграм подписан, тот наверняка помнит эти страдания. Так вот, они пока ничем не закончились. Именно тот нарцисс, который я хочу, мне практически никто не рекомендовал. Все советы это какую-то ерунду. К сожалению. Вот возлагаю надежду на нарциссов Penhalingons, и нарциссов корон. Может быть там что-то будет, то, что мне нужно. Спасибо вам за внимание. Если вы пользовались какими-то ароматами Penhalingons, мне будет крайне любопытно узнать ваше мнение. Пока-пока.